здрасте друзья мои сегодня 20 января вчера я выложил ролик крещенский купание мои голубей вчера было вот утром минус 20 к обеду было минус 15 16 вот буквально за один денут сейчас минус 35 то есть вот настолько вот ну градусов 15 грубо скажем расхождение получается за один день ну кто в этом понимает очень четко понимает что это очень плохо переносит не только голубей и даже мы значит но по поводу отопления то что мне в голубят не стоит отопление это отопление исключительно включаю тот момент когда бывает не от минус 20 до минус 5 перепад а когда от минус 5 до минус 20 перепад получается потому что многие голуби не высиживать птенцов когда на во первых у зимных птенцов очень много пуха сейчас даже попробую снимать там идет вся пуху голова хотя уже оперевшие то же самое то что нету у летних пескунов вот смотрите какой пух то есть у пескунов видите они все пуху то есть ну как бы животное приспосабливается к этому да там времени года вот как у любых животных там весной они скидывают из себя теплой шерсть в общем они как бы переодеваются на легкую ну как ему зимние вещи оставляем на зиму летние вещи надеваем летом значит по поводу того что у меня стоит отопление она у меня здесь не включена ну кто как бы понимает вот она мне стоит дискраники видите вот краник закрыт вот так он открывается она даже уже заржавела наверно сколько я уже не открывал не закрывал вот вот так она открывается и греется она мне всегда практически стоит закрыта то же самое и здесь вот она песку ноту видите тоже краник закрыта я включаю тот момент когда резко получается перепад и когда вода начинает голубят не замерзать все остальное время как бы стараюсь чтобы она была ближе к природной и вот вчерашнего пескуна вы видели когда он искупался аж до голубят не вот ну порога там сидел этот счастливу найду где а вот он по моему то есть состояние видите что нормально но опять же птица у меня закаленная то есть такие резкие перепады я не советую все вот этого делать птица у вас всегда должна быть на воле то есть ну вот как есть люди маржи они постоянно как бы купаются вот если там месяцами там даже при плюсовых там температура не ставили тазики вот сейчас там резко минус 15 минус 20 поставить и тазик в голуби заболеет конечно то же самое поэтому птицу надо всегда держать в небе на воле чтобы у них был организм такой здоровый бодренький и вот тогда они спокойно переносит все это выскакивать голубят не утро вообще жесткий туман был сейчас вроде как бы пытается солнце выходить ну все равно опять туман остается в одноклассниках очень много полемики идет копчик 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 там ну люди пытаются убеждать меня что нету волгограде копчиков друзья мои но это не проблематично волгоград это не маленькие деревни это миллионный город но можете созваниваться со своими друзьями там ну либо там google забейте откройте живет лежит хищная птица или не живет там ну уж не думаю что волгограде живут именно хищная птица без без зубов без клыков там без когтей здесь точно такие же копчики как и везде можете же их лишь и ну просто спрашивайте отведи выходит на улицу сейчас к тазику опять пойдут присяду чуть-чуть и буду потихоньку снимать выход голубий видите выходит что-то находит столько даем и минералки и то и другое они все равно что-то находит клюют здесь на земле что то есть некоторые там могут снег клевать некоторые там грязь могут клевать я тут еще подметал там как бы снег с грязью то есть это не проблематично как мы можем узнать из волгограде копчики или нигде нету там но это еще одна сторона медали друзья мои во первых такие резкие перепады но попробуйте то просто поднять птицу посмотрите разницу во вторых туман зима это самое опасное время года ну попробуйте людей просто уговорить что такие погоды открыли погоняли свои голубей но так тогда убедитесь разница в чем почему эта птица может уходить называть мозги не только там уходить от копчиков заключается не в этом только заключается мозги в голубе заключается и в том что он еще должен ориентироваться просто раз и вот сегодня был дождь это да снег видите все это я просто двором утром стал почистил то есть ну видно вот снег был вчера даже с франции из друзей позвонил как раз выходил и этот под вечер снег идет он говорит как я тебя завидую у нас нету такой погоды вот люди даже нашему снега завидуют да то есть такую погоду когда снег снег покрывает полностью мышей чем питаются хищные птицы то есть но они вынуждены уже будут атаковать там на голубей на диких голубей дата им при им безразии им жрать хочется они будет атаковать на любого и почему птица до летит как это да там осторожностью опаской да потому что они знают что есть опасность то есть тут ну птица не может сейчас расслабленно летает в общем но сказать что это вот песку вот мрамор на песку вот он пищит он только вышел вот этот вчера вот он первый раз выходил и сегодня вот сегодня его даже подниму в такой туман и еще есть такое мнение у некоторых ребят что нам нашу птицу не жалко наш поэтому их гоняем друзья мои но это не то что бред это просто глупость но с чего решили что нам нашу птицу не жалко или с чего решили что она у вас лучше чем у нас поэтому вы их закрываете в общем да нет просто в нашей птице мы более уверены что эта птица выживет эта птица не пропадет вот тоже из песка на вышка я когда своим сыновям отдавал вот эти восточные единоборства короче там столько переломов столько того столько вне жена говорит ты гид садист ты будешь собственных сыновей ты их не любишь но как может родной отец не любит родных сыновей но это вообще-то неправильно но то что я жестче относился к ним это не говорит вовсе о том что я их не люблю но я и пытался объяснять ну понимаете вот у нас же как получается у женщин одно мнение у мужчин другое мнение они очень часто расходятся тем более когда дело относится к силовой точке зрения да я просто объяснял что и как как в этом до пословица гид трудно где-то учили легко бою да на тренировки ломают они там уже по по на дрались им уже и на улице не хочется драться но зато вот они столько жили там чуть-чуть там не милиции не то там не это там со стороны ребята знали что это опасные ребята с ними лучше не связываться то есть но если сдвинет то сдвинет короче то там если уж не перелом то трещина челюсти однозначно будет поэтому жили спокойно то есть не бывает односторонные хорошие там или односторонные плохое там все бывает комплексы если где-то там выигрываешь где-то ты должен потерять проиграть там где-то нашел где-то потерял то есть это баланс который должен всегда это да там вот старший в армии поехал там вот у меня есть на моей страничке да это да фотографии там с кубком он служил в ввс мурманске и на соревнованиях вышел с этим с мастером спорта по боевой самбо он ударник у них был там тэквондо кикбоксинг вот эти да там боксом они то есть бросками у них не получилось два раунда он там она втыкал третий раунда то-то ему побрасал до кубоке ему дали но позвоночник повредил вот если бы ему тогда еще и давать бы вот эти борцовские вот там у меня другой друг игорь он сначала давал вот на эти там как бы ударные виды спорта а потом перевел на борцовские то есть ну как бы универсальную же мы тоже самое здесь птицы тоже надо заниматься как бы стараться довести до универсального ночью пугнем пусту ходит надо стремиться к этому она по поводу виталия из хабаровского там обижается у нас что говорит у всех куры только у тебя голуби и так дорогой то что ты стараешься гонять эту птицу я по моему даже несколько раз пример проводил берите пример человека но для того чтобы добиться хороших результатов быть хорошим тренером еще мало надо еще найти хороших воспитанников ну конкретно по твоей птице я могу просто чисто по-дружески посоветовать тот может связаться с артуром аваковым который непосредственно к этой птице имеет отношение и задать ему вопрос артура это зимой каких гоняешь головатых или армянской птицы он тебя на твой вопрос даст ответ все-таки порода новая молодая в любом случае у них недостатка куча еще над которым надо работать работать а это старая порода и тем более сами понимаете там где красота как красота требует жертвы это реально так если начинаешь бегать за красотой обязательно ты будешь терять остальные качества то есть выбор надо делать ну хочешь нравится эта порода тебя хотя в переходе на грязных у тебя там результат будет побольше чем с чистотой как бы улетает я даже не знаю кого снимать вам из ребят тоже говорит стыдно выложить там роликов по несколько минут друзья мои ничего не стыдно если вы умудряетесь зимой гонять птицы сейчас я приближу камеру они могут и не вы если вы умудряете сгонять птицу зимний период на те уже уходит туман отрывается они залезут и никто из них не пропадет это как бы уже проверено перепроверено сейчас я еще вот у меня водичка сейчас опять нальем потому что вчера не все у меня по моему скупались вода слишком быстро лед привыкать превратилась и пускупается сегодня видите что и будем мы делать это все все уберу и черночка и будут сейчас выходить пока эти выходит дверь видите открыто то есть холод заходит голубят не я попробую этих как бы поснимать пока не в туман исчезнут там вчера моих комментариях ребята тоже там но сначала я так думал когда еще в школе учился но ему задал вопрос а врачу школа закончил уже раз по-другому думаешь потом но ему просит дры это да ребята там может покажешь свои голубей а чё показывать у меня за 20 секунд . уходит ну реально человек школу не закончил потому что для того чтобы за 20 секунд голуби ушли точку это надо вертикально 216 километров часть скорость развивать но такой скорости как бы знаете тем более вверх это какие-то супер миги получается то есть ну сами понимаете говорить можно все к делу это конечно отношение не имеет дело это дело и поэтому как бы вот начали дикарить вот это пескуны нельзя разноброс периодически то расслабленно летает это вот этот членок не знаю его снимаю или нет там ну те уже все ушли в туман но съесть тенцов я не буду дергать потому что последний раз когда я поднял у меня несколько яйца вот в членов пытается на несколько яйца испортились не птенцы начинает замерзать дождемся для всех пойдем а когда чуть потеплее будет этот мелочевка еще раз вот просто просьба не думайте что мы не любим эту птицу и нам их не жалко вот у меня этого членка которая где-то там сердце кровью обливается на куда же деваться этот голубенок который это можно сказать с ума сходил по нему там полтора пера там на крыле я выезжал туман выкидывал этот голубенок долетел на следующее утро до дома нету и один из единственных я обычно год жду после этого беру потомство с них один из единственных голубей которые буквально сколько там месяцев пять уже споровал за 20 секунд почему-то у меня не покрывается хотя бы как бы крепкий на крыло и наверху они вот там сколько три семь восемь восемь штуки 9 периодически от остальные все разноброс летают они пытаются по отдельности летать ворона кстати ворона тоже не против это да не против полакомиться нашими голубями особенно когда стаи идет а все они через меня как бы пролетает потому что ту сторону от меня там птицы фабрика и вот они туда там ну типа как поля получается там пожрали полетели утром туда стайка вечером возвращается угол и беспокойно уходит от этого и вот опять видите тазик водичка купается даже мелочевка и чистота и здоровье и корм иммунитет все должно совпадать все это комплексные одного если чего-нибудь не хватает в конечном итоге у вас ничего не получится тем более вот по обойной птице я всегда говорю война птица нельзя много держать 10 15 20 штук это достаточно 20 это уже предостаточно не то что достаточно потому что когда большое количество они друг другу мешает для большого коди количества нужно одиночные голуби это очень проблематично найти одиночных голубей там от красненький пытается спускаться чуть-чуть придержал уже начинает забиваться посмотрим как будет спускаться вот этот другой вот ворона каркает скорее всего наверное будет атака тоже шкетиков это от старика моего голуби наверху вот отдельно то есть друзья мои только опыт 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 дает голубям стать хорошим а опыт к сожалению валерий не набирают голуби опыт набирают только в небе поэтому у вас у всех есть выбор либо пожалеть держать голову этих валерах это ваш выбор либо гонять жертвами он вчера там пейте тоже саратова у него страничка раньше было чудес чудеса не бывает ну после знакомства со мной он написал и поменял прониза это страницу назвал чудеса бывают него штук семьдесят восемьдесят голубей было денег потратил немедленно ездил черти откуда покупал привозил эту птицу после моих советов у него осталось 5-6 штук и плюс 9 молодых пацанов вот цигает никто не начинает держать вот 9 молодых пацанов которым он раздавал голубей мальчишки начали держать этих голубей там со мной связь держали ну для пацанов там для мальчишек это как бы было очень круто даже дядя гагика лично разговаривает он и класса ставит короче то есть я тоже как бы отсюда помогал там ну один из этих мальчишек там говорит этот чердака с лестницу упал папа запретил на зиму пока держать сказал что к вишне построить голубят не на земле и он будет опять держать голубей вот к этому надо стремиться друзья мои то есть вот молодой парень он в разы больше но по крайней мере у него девять учеников а сколько у вас у кого то есть там там но просто грудь себя бить там волосы рвать на груди что мы такие хорошие там это донать неправильно там наделом все это показывает помочь надо и молодыми старыми теме другим тогда это дело с места двинется а вот этот зависть там вот это она ни к чему хорошему не приводит конечно в итоге попробую чуть корма сюда на улице скину хотя они кормлены как бы это брожайте внимание как голуби выходит спускается лапки потянуты не просто прыгся упал прыгся упал а сейчас молодой голубь все спустит скорее всего он сыграет подтянет и сыграет может не сыграть но скорее всего должен играть вот видите как мучается это вот по вами сентябрьских песку но там не сыграл сейчас мы его сейчас мы его владыцу руки гели посмотрим сразу не захотел нет вот даже не дал мне его поймать ну что-то не хочет уродик но не хотите это мало всего не будет спрашивать хочет он не хочет ну что ж ты гаденыш подводишь ну сыграл что-то что должен подняться не знаю я снимаю или нет я направляю как с пушки выстреливая не хотят опасность чувствует скорее всего и не хотят сейчас я на паузу поставлю дерну его попробуем его найти дерну вот это из той мелочевки которая фотографии выставлял и выхлоп до выход дает никто не знаю или нет вроде на них направляю как потянул членок а здесь это урод молодой вон там наверху есть голове часть вообще в тумане вот из мелочевки тоже от этот типа как мрамор членок вот это декабрьский пескуны тоже вот декабрьский пескун тоже вот этот членок красивый а тут походу в лес теперь уже да придется мучиться вот этим голубенка по два месяца многих в этом возрасте голуби сголубят на голубят не даже не выходит а эти уже знаете такой копчик уже умудряется уходить это так и знаете хуже вязать не возьмет 26 минут по стима вот этот вчерашний баллов замерзший песку на вот он чернохвостый желтый покрашенный корово вчера лед аж висел на перьях на крыльях вот он ходит как бы вот так друзья мои результата ну вот как поговорки дагид без труда не вынешь рыбки из пруда надо во первых найти рыбку с прудом это пруд с рыбкой а то и на раз бывает и пустые пруды где нету рыбы без того там ловить то есть надо делать первоначально первоначально правильно выбор голубей а потом уж заниматься ими плод плотную и не жалеть чем больше вы и жалейте тем меньше у вас будет результата то есть гонять 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 спортсмен на тренировках только может опыта набирать и дыхание больше ничего и на разда бывает и травму получают но без этого тоже не бывает а сидя на диване никогда ник чего не добьется только то вы может только помечтать то же самое и здесь лучше друзья мои удачи вам выбор ваш гонять не гонять но видео сколько время открыто родители на них нету до птенцы как бы это там ноги еще ребята вопросы задают почему голуби тебя крашен и таки это для того чтобы не определить кто из них кто потому что когда летает одинаковые не вариант узнать кто из них тем более если высота хорошие на низкой высоте да можно узнать там кто чего там вот голубка тоже на моего фотографии есть от у этой голубки у нас на страничке сейчас я попробую приблизить вот она прошлый год когда спускалась пол головы не было ну шрам по моему видно на голове тоже умудрялась уходить то есть там сказать что это не так что копчик взорвет всех нет друзья мои 70 на 30 напрямую копчиков шанса вообще нет убрать гонную птицу то есть если чистый идет погоня это вот как допустим гепард и антилопа до антилопа развивает эту же скорость только у него дыхания хватает на дождь и то же самое у голубей они держат время выдерживает времени больше чем хищная птица вот единственно спать тишка вот атака вот в этих случаях до бывает что он его цепляет на опять же его 70 процентов гонна птица выживает гонная умная птица сильная птица ну 30 процентов но без потерь то тоже не бывает там и кошки берут там и крыса лазит и курица лазит там никто не знает ну как говорится знал где упасть то соломы попастили да никто не знает откуда беда придет поэтому лучше гонять гонять но это мое мнение а вы можете делать свой выбор то есть я никого не заставляю не прошу просто говорю вот смотрите мои голубей уже за столько время да там есть такой до добрый зависть пробуйте этот же метод все я уже как бы на блюдочке моих советах там вот за это там их несколько сотен роликов каждый ролик там по полчаса там по часу там по 40 по 20 минут посмотрите записывайте сделайте выводы если все это нравится но если уж не нравится но держите там по-своему как вам нравится это ваш выбор лучше удачи вам друзья мои ясного неба и что птица была живая здоровая вас